Театр начинается с вешалки, а отделение переливания крови с анкеты. Каждый пришедший сюда должен ответить на простые вопросы, которые помогут терапевту понять, может человек стать донором или нет. Все, кто решил участвовать в Дне донора, кровь сдают безвозмездно, то есть даром, исключительно из альтруистических соображений. Не пью, не курю, не болею. Решила помочь людям. Ну, безвозмездно помочь людям, потому что, я говорю, с меня это не убудет, а я вроде как слышал, что это еще снижает риск каких-то заболеваний. Заполнение анкеты с датчиком с пресс-анализа висит к терапевту. Таков путь к донорству. На его преодоление уходит совсем немного времени. Если сюда же добавить чаепитие после кроводачи, от силы уйдет час. Анна сдает кровь уже шестой раз. Ею также движет желание бескорыстно помочь людям. Я прекрасно себя чувствую. Никаких изменений в своем организме после этого я не ощущаю. Но не все в стенах медучреждения чувствуют себя так же комфортно. Рейтинг фобии возглавляет боязнь чем-нибудь заразиться. Последние лет 15, в общем-то, с этим активно боремся. Разъяснительная работа позволила, в общем-то, из головы людей убрать чувство страха от того, что он придет на пункт учреждения службы крови. Но достаточно прийти в отделение переливания крови, чтобы убедиться. Все инструменты стерильны. Опасности заражения нет. Сама процедура не больнее комариного укуса. И зависимость от кроводач не формируется. Многие считают, что их это не касается. И это, пожалуй, еще одно опасное заблуждение. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Возможно, сегодня вы поможете кому-то. А в следующий раз кто-то обязательно поможет вам. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...